Давайте по порядку. Столкнулись уже с хамством, от которого отвыкли в Италии. Ну, давайте так. В Италии тоже есть хамство, его немало. Я люблю Италию, вообще просто one love. Вы знаете, что для меня Италия – это моя родная страна. Плачу я по Италии, не дарю. Вою я. Вот, но скажу честно, что как бы... Ну, вот, наверное, первое хамство, с которым я столкнулась, это на днях с такси. То есть приезжает таксист, ну, простите за выражение, быдло. Быдло, знаете, такое вот, в футбольных этих шортах своих такое. Сидит в машине, подъезжает к нам, стоит няня с сервисом в руках, я с коляской, нужно коляску как бы, понятное дело, в багажник пикнуть. Сидит вот эта няня ему говорит, может, выйдите, поможете, колясочку там это. А я, ну, как бы вот такая, видно, что эту коляску, я если ее подниму, то как бы сама и рухну на месте. Недовольный. Выходит, открыл багажник, стоит. Болит. Я, значит, ее раскладываю, коляску на две части, он берет этот кусок, ну, точнее, не, не берет, он идет в машину, берет телефон и делает вид, что он очень занят. Чатится. Я, короче, кстати, вся в белом, эту коляску давай поднимать, у меня спина еще до сих пор очень сильно болит. Я, если честно, вы знаете, даже не стала уже возмущаться. Он даже не пытался, знаете, там обычно, я думаю, ну, я сейчас подниму, и он такой, на подхват, как у меня, Дарья, знаешь, или в Италию все, так, на подхват. Куда там, куда там. Он просто стоял, чатился. Когда я уже, уже начала впихивать ее ему в машину, он понял, что я ее поцарапаю, и тогда он уже такой отвлекся от своего телефона, и как бы все нормально. Ну, как бы вот такое хамство есть, конечно, согласна, в Италии с таким не сталкивалась, но что поделаешь, столкнулись, с многим столкнулись, если честно, столкнулись также с отсутствием сервиса, безусловно, с многими проблемами. Вы знаете, что я их уже просвещала в блоге, я такая, типа, борюсь за справедливость. Но вы знаете, моими примерами, как бы, должна сказать, что сколько вот было ситуаций, и я не выдержала, рассказала в их в блоге, прихожу там в это место через время, и так хорошо, все обслуживают здорово, все классно. Все-таки боятся сейчас, правильно делают многие заведения, боятся блогеров, да, ну, потому что на самом деле, если там придет раз, блогер придет два, придут просто посетители, и все будут там постить в сторис свое недовольство, я вам гарантирую, что репутация у них сдуется, поэтому все-таки я тоже, ну, как бы, считаю, что бояться нужно всех нас и Инстаграма, и мы с вами сила, мы вместе победим вот это все хамство и несправедливость. Почему переехали и надолго ли? Переехали мы для того, чтобы избежать проблем с коронавирусом в Италии, сейчас там ситуация не совсем приятная, говорю про Милан, про Ломбордию, давайте не будем писать, что они в Сицилии, там все хорошо, все без масок, все прекрасно. Насколько мне известно, мы смотрим новости и просто следим прям за каждым шагом, у меня Дарья, он не отпускает эту ситуацию, то сейчас вводят маски на, опять-таки, на улице, и при этом будут запускать войска военные, да, военные для того, чтобы они контролировали, ходят ли люди в масках. Скажем так, что немножечко уже с свободой в Италии стало сложновастенькой, то, что творят в школах, не везде, да, вот в определенных школах, например, в Грандате, куда я отдавала своего ребенка, в садик, там есть школа, в этой школе ребенку учительница скотчем приклеивала вот здесь вот маску, для того, чтобы она, не дай бог, там вирус не выходил из маски. Или, например, в другой школе запрещают деткам бегать, потому что во время бега к ним может прицепиться, они будут потеть, и к ним прицепится коронавирус. Ну, вот такой бред есть, это помимо, да, ну, как бы есть вот с коронавирусом, которого мы хотели избежать. Скажем так, здесь мы его избегаем достаточно неплохо, в принципе, здесь все, что нам нужно было, где нужно было избежать, мы избегаем. Где нужно доказать свои права, мы доказываем, объясняем, что маска это не обязательная штука на сегодняшний день, и покупить можно в маске все. Это такая, знаете, нет закона, который говорит о том, что нельзя без маски купить, но есть, как бы, есть такая штука, как штраф для всех предпринимателей, если у тебя купят без маски, поэтому идет вот такой конфликт. Ну, мы отстаиваем свои права, и, как бы, в принципе, на данный момент все более-менее нормально, вот. Люди даже более адекватные здесь и понимают, по крайней мере, там, да, то есть приходят, там, маска нужна? Нет, она же не нужна, она не защищает, ну, слава богу, там, знаете, хоть не я одна это знаю. Очень приятно, люди действительно читают, люди понимают, а в Италии я вот смотрю, что не очень. Так, не будем про коронавирус, идем дальше. Вторая причина, я запускаю свою косметику, вы знаете, да, уже прекрасную косметику, которую я обожаю, я приехала на производство, я все своими руками должна была еще раз проделать, мы это все даже записали на видео, я вам покажу, скоро, уже совсем скоро запуск, мы сейчас уже на этапе производства этикеточек, поэтому девчата, я уже, знаете, уже в предвкушении, надеюсь, скоро их выпустят. В-третьих, но Лорису нужно было обязательно идти в школу в этом году, и как бы в Италии мы, вот, как вы уже поняли, его отправлять не хотели из-за этих всех проблем. Моя свобода закончилась? Нет, собака. И поэтому мы решили, чтобы он пошел в школу здесь, и, безусловно, как бы есть еще такие моменты, как мы хотим инвестировать, инвестировать в недвижимость, построить свой дом, чтобы у нас тут тоже было уже что-то, закрепиться. Пока мы в Италии, я знаю, что я вот этого не буду на расстоянии этим заниматься, поэтому мы себе сказали, нам нужно, как вот такой вот бизнес-проект и эксперимент, приехать на хотя бы на год и посмотреть, насколько вы в Украине, при украинских налогах проще и быстрее можно будет построить хороший бизнес. Здрасте, здрасте. Щапка налезла, щапка налезла. Ааа, все. Не докушал. Не докушал, злится. Ну, опять в это время, видите? Да. Сейчас, еще парочку вопросов, пока вы разденете, и я опять в эфир вышла. Вашка была приезжать, и дужи Вашку, дужи Вашку, если честно, мне особенно, ну, то есть, как бы, меня накрывают очень часто, я очень часто реву по этому поводу, мне не хватает Италии. Я там ничего особо, ну, как бы, я не могу сказать, что я там днями где-то там ходила по Италии, по проулочкам, да, там, ею дышала. Я была у себя дома, да, я была у себя дома, сейчас я не у себя дома, я в стенах арендованного полудомика, да, как бы, ну, не чувствую я себя комфортно как-то. Да, иди, сладкий, иди, я бы, ну, просто что, в эфире я кормить не буду при всех, ну, давай, может, раздеться? Да, сейчас я его раздеться. Вот, поэтому очень тяжело, если честно, вот сейчас Джованни приехал, стало чуть полегче, потому что Дарьо немножко взбодрился, и они песни вместе поют, и мы с Эрой хоть как-то уже развеселились, потому что, честно говоря, до этого я уже начала унывать, уже няня даже говорит, Даня, ты какая-то грустная, ну, тяжело. Особенно погода, вот, если хорошая, это еще более-менее, погода начинает сопливить, и все, Аню накрывает полностью. Так, девчонки, что с Лорисом решили, отдаете его на спорт, чтобы учили давать сдать? Да, девчонки, ну, что значит отдаете его на спорт? Начнем с того, что в его школе кружки до 7 вечера, до 7 вечера их учат боксу, карате, футболу, помимо этого, там, рисование, работостроение, английский язык дополнительный с носителем языка, другие языки, каллиграфия, или каллиграфия, как это по-нашему, я даже не знаю. В общем, у него хватает там активности, защищаться они учатся, да, то есть, ну, как бы, тут не в этом факт, они уже ходят на карате, на то, что хотите. Я считаю, что это больше в качестве спорта должно быть и для самооценки, для уверенности в себе. Но мы, Лорисы, не учим защищать себя, то есть, сразу драться, потому что дети в таком возрасте еще не совсем понимают, где их обидели, а где нет. То есть, просто из-за какой-то, там, банальной шутки, или просто смеха Лорису, у мальчика была низкая самооценка, и он им влупил ему коленом в грудь. То есть, ну, его отправили к психологу, вот так вот, да, и так далее. На самом деле, эту ситуацию наблюдает уже не первую неделю преподаватель, классный руководитель. Я попросила изначально, я сказала, вы поймите, я понимаю, дети, возможно, провоцирует Лорис. Я, ну, как бы, мама, но я не, знаете, мне не с такими глазами, что вот для меня мой ребенок, он самый святой, ничего плохого не делает. Я понимаю, что он тоже совершает ошибки, он, как и все мальчик, да, он тоже активный. Я спросила, попросила, пожалуйста, понаблюдайте, это он провоцирует какую-то такую реакцию или нет. На что пришел ответ. Аня, я хочу вам сделать много комплиментов, у вас просто невероятно воспитанный сын, он очень, он активный, он коммуницирует, ему нравится, он активный, он играется, все. Воспитан просто превосходно, он сам, ну, он не лезет драться, абсолютно. Он говорит, как правило, это просто, это либо недопонимание, что вот он не понимает языка, и ребята его обижают, либо просто вот какие-то такие моменты без причины. Либо какая-то причина, например, вот он говорит, подшутил, это была какая-то обычная шутка, или он просто посмеялся, а мальчик ему, ну, как бы, а мальчик его ударил. Мы уже эту проблему решаем, да, но вот она никак не решается пока что. То есть я, как, ну, как бы нормальный человек, сначала уточнила, и сегодня хочу сказать, что будут по камерам проверять, насколько действительно Лорис ни при чем, то есть он не провоцирует никакие драки, почему такая ситуация происходит. Мы, извините, ходим сейчас в приватную школу, это не я должна учить своего ребенка драться, как вы написали, это в приватной школе. Я считаю, нужно просто исключать тех детей со школы, которые приносят некомфорт, доставляют дискомфорт в классе. Помимо того, как бы, есть еще и так нюансы, которых хватает, то есть, например, девочка учила, одноклассница учила Лориса воровать. Ну, как бы, я говорю, вам, ну, это уже как-то слишком. Первый класс, мы уже, ребенок приходит, его учат уже воровать. Ну, как бы, я думала, что в приватных школах дети немножко более воспитаны, если честно, я разочарована, ну, как бы, видно, родители не занимаются им некогда, или я не знаю как. Видимо, в садик отдают, вы же все говорите, что нужно в садик отдавать, чтобы детки были более развиты, но мне кажется, что это не показатель. Вот, и что хотела вам сказать, что, ну, и много там еще неприятных нюансов, с которыми тоже, как бы, я, которые уже, о которых рассказала руководству, говорят, что вот, будем решать эту проблему, посмотрим. Я за то, чтобы детей, которые создают проблему, исключали, такие родители занимались этими детьми, и тогда, поверьте мне, в приватных школах проблем не будет. Создаешь проблему? Собрал вещи и ушел. Все, до свидания. Следующий раз взяли ребенка, создают проблему? До свидания. Все, комфортно всем. Зачем учить друг друга драться? Давайте будем учиться просто не драться и решать проблемы другим путем. Я за мир. Буду вот такая вот странная, но как-то вот что-то меня не поддержали вы. Планируется ли переезд обратно в Италию? Нет, особенно при таких условиях, как бы я не хотела, нет, не планируется. К тому же, если честно, по затратам я вижу, насколько здесь мы меньше тратим. Это очень чувствуется на кошельке, вот. Не то, чтобы я там хочу экономить, я просто не люблю переплачивать, да. Есть какие-то вещи определенные, за которые там мы платим гораздо больше, чем здесь. Я этого не совсем понимаю, не до конца понимаю, потому что, в принципе, здесь тоже жизнь не дешевая в плане еды и так далее. Но есть определенные вещи, как бензин, не вещи, а вот такие вот моменты, как бензин, за которые там мы переплачиваем достаточно сильно. И это очень-очень вот прям ощущается. Дарья скрывает лицо, чтобы вы спросили, чтобы привлечь ваше внимание. Так. Но он красивый. Он красивый, я не сказала, но он красивый. Это все так говорят, но он красивый. Сегодня девочка, которая встретила нас в Мурфене, подписчица подбежала, девочка. И она все-таки, и она меня так испугала, я чуть инфаркт не получила. Мне Джованни говорит, Аня, тебе надо учиться реагировать нормально на людей, которые к тебе подходят. А я, знаете, забываю. И девочка говорит, Аня, я, ааа. Я, короче, подпрыгнула. Но реально испугалась. Дарья снимает, ржет с меня. А девочка такая, она тоже ее все трусит. Она говорит, увидела Дарья без маски. Он красивый, он красивый. Увидела Дарья без маски. Так смешно. Но зато Дарья узнает больше, чем меня, мне кажется. Ну, ребят, ну это Украина, не Европа. Ну почему вы так говорите? Давайте сделаем с Украины Европу. Да, я понимаю, что как бы там миллион моментов, почему это длительный путь, да. Но давайте хотя бы сами будем вести себя по-европейски. Тогда Украина постепенно станет тоже с европейским мышлением. Почему бы и нет? Давайте, да, вот как говорили, начинать с себя нужно, с себя. То есть давайте так. Ну раз я в Украине, пошла я по газонам, тут все можно, буду вот так, фу, жвачкой, да. Ну давайте я вот приеду, буду как по-украински, семечки и пиво пить. Нет, я приехала, я веду себя как нормальный образованный человек. Почему мы все не можем себя вести как образованные люди? И учить своих детей быть воспитанными и, ну, как бы нормально себя, адекватно вести в социуме. Дарью очень нравится в Украине, он обожает Украину. Очень. Больше, чем я. Нет, я патриот. Вот, я патриот, но меня, например, смущает воздух. Больше всего воздух, воздух, гарь. Здесь позволяют, я не понимаю, правда, я хочу провести на эту тему, наверное, записать миллион сторис и спросить у нашего правительства, отметить его, господин Зеленский. Скажите, пожалуйста, неужели нельзя вести закон, чтобы перестали палить шины и всякую дрянь на каждом шагу? Потому что, конечно, дышать в нашей стране невозможно, помимо того, что горят леса и так далее. Да, Эра, со мной заглазил мой сладкий. Мама говорит дело. Мама всегда права, правда? Даже мы за. Вот, вот это очень сильно. Если честно, я прям хожу вот с запахом гари в носу, меня это очень раздражает. Меня раздражает вода. У меня от нее, мало того, что у меня волосы, да, там уже повыпадали, растут кусочками от ГВ, да, от кормления. Но вода, это, конечно, ужас. Кожа сразу стала абсолютно другой. Я теперь понимаю, насколько... Почему я об этом рассказываю, знаю, да, кто-то... Вот я не люблю, когда пишут, ну и что, приехала в Украину, возвращайся в свою Италию. Девочки, я хочу, чтобы вы понимали. Например, я на себе ощутила вот такую, вот прям большую разницу в своем самочувствии, в здоровье. То есть, когда я переехала в Италию, у меня пропали проблемы с кожей. У меня потом не было никаких прыщей. Я приехала сейчас домой, у меня все в мелких-мелких прыщах. Это еда, вода. У меня, простите за подробности, никогда не было в Италии. Это прям редкость, только если я очень нервничаю или у меня проблемы с желудком, чтобы у меня был нехороший запах изо рта. Я уже давно об этом забыла. Я помню, как я была в школе, я носила с собой пакет вот такой вот жвачек. Каждые 5-10 минут я пожевывала жвачку, потому что я чувствовала, что у меня плохой запах изо рта. Или я заедала постоянно чем-то, чтобы у меня был хороший запах. Я привыкла к тому, что вот надо это контролировать. В Италии этого вообще не было. Здесь, как бы я ни пыталась питаться даже правильно, все равно я замечаю, что желудок не справляется. Вот, например, вот такие вещи я тоже замечаю, да. Значит, вот, и мне я прям вот чувствую, что я ем не ту еду, да. Но банально, там, не то просчута, не тот хлеб. Вы понимаете прекрасно, наверное, знаете, что на итальянском хлебе вы не толстеете. Если вы его не покупаете с тестом, которое сделано в Румынии, да, made in Romania, что очень часто, к сожалению, в супермаркетах такой хлеб продают, нужно просто узнавать. Или вы покупаете нормальный хлеб и, там, кушаете пиццу, пасту хоть килограммами, вы не будете от нее так толстеть. Вот не будете. Здесь от этого хлеба появляется целлюлит, появляется лишний вес и так далее. Это тоже очень чувствуется. Вот эта разница, она, конечно, заметна. Ну, и много таких мелочей. Например, качество сыра, да, то есть качество вот этих нарезок и так далее. Например, там, эти все колбасы. И когда я захожу сегодня там куда-то и хочу купить бутерброд по дороге, там, я помню, вот забежала там куда-то в какой-то кафе, и там вот этот батон, да, такой вялый уже такой, он такой мягкий. И на нем этот кусок масла и сыр. Я понимаю, что это та еда, которую я уже давно не ем, и на которой, если ее есть, вот можно толстеть. И в стаканчиках этих Нес Кафе я замешиваю. Ну, не Нес Кафе, но все равно, как бы, еще пока не тот уровень, конечно, кофе. Там, капучино, да, эти все стаканчики выносные. Ну, нет этой культуры еще, да, вот культуры питания. Я сначала смеялась с итальянцев, что, мол, фу, вот они такой там культ еды. Но потом я поняла, что на здоровье это действительно очень сказывается. Вот правда, вам скажу по своим ощущениям. Там я себя чувствую живой, активной. Без депрессии здесь я себя чувствую иначе. Потому что качество еды, все, даже вот несмотря на то, что мы кушаем в ресторане, мы стараемся кушать достаточно полезную еду. Ну, так, я ощущаю все равно разницу. Ладно, в лицо не плюнула, на том спасибо. Это я рассказывала, Анжела, про вежливого таксиста, который смотрел на меня и в телефоне рутся, как будто бы он очень занят, пока я поднимала коляску. Я вот, я хотела вам сказать, вот, вот скажите, вот, вы молодой, вам, ему и 30, по-моему, не было, если бы, ну, может, 30. Но можно быть вот таким вот, вот, смотреть равнодушно, просто видят с ребенком, с молодежью, равнодушно ему. Он сидит вот это, в этой машине, ноги вот это вот, вот так вот, и все. Это ужас какой-то. Где мне больше нравится проживать, в Украине или в Италии? Знаете, вот взять Украину и Италию, совместить, сделать из этого Украиталию. Вот это было бы просто во, потому что есть там свои плюсы, есть здесь свои плюсы, есть там свои минусы, есть здесь минусы. Если их соединить, ну, было бы просто шикарно. Вот, например, я уже забыла, как это, а, пойти просто в 11 часов и пообедать. Или, например, в 5 мне захотелось поужинать, и я могу это сделать в 5 часов. В Италии я должна сесть 5, 6, 6, 30, 7. Открылись рестораны, можно пожрать. Ну, как бы, вот этого уже нет, это очень круто, мы уже давно об этом, я с этим не могла смириться. Вот сколько, 10 лет прошла в Италии, 10 лет, говорю мужу, давай покушаем, Дарья, 3 часа, закрыто все. И ты такой, да, это вообще размущение просто. Мама беременная, ходила и не могла покушать нигде. Неправда, я дома была. Да, карантин. Руки кушает, боже, какой нервный. Так, я вниз перематываю, потому что, может, тут, может, тут вам уже на меня ругаетесь сильно-сильно, а я не замечаю, такая рассказа свое, а вы тут уже меня. Еще есть версия, что у Дарьи шрам на лице, поэтому он маска. У него есть шрамы, а так, да, у него в подростковом возрасте было много шрамов, но он их не стесняется, у него там борода все покрывает. Не надейтесь, я уже вам говорила, если он состоял в модельном агентстве, значит, у него ничего там нет, никаких шрамов, не переживайте, все окей. Да, скажи, вообще, что не видно, что папу такой красавец весь. Какие минусы в Италии? Ну, девчат, налоги, да, там из 100 евро тебе остается там 30-35, если хорошо, если повезло, да, если вот прям все декларировать, и спустя там времени сразу ты об этом узнаешь, что знаешь, что ты спустя время, когда тебе там приходят письма. Здесь люди не боятся почты, да, вот здесь люди почту, они не боятся. На почту что нам обычно приходит? Какие-то сертификаты, подарочки, да, всякая прелесть. А туда что нам приходит на почту? Налоги, налог на налоги, какая-нибудь мульта, как это, штраф там, да, там, где-то проехали не туда, где-то забыли эко поскупить, где-то еще что-то, или там заплатите то, заплатите все, только всякое говно, ну, говно приходит туда, на почту. Вот этого мне, конечно, вот от этого я устала. Приезжайте на Кипр, мама хочет, чтобы я поехала на Кипр. А давай мы с тобой, ну нет, я буду, это видно, как же у меня тебя... Иди, иди в эфир. Нет, я вас прикрою так вот. Ай, видно, будет все равно, наверное. Сейчас я подумаю, как мне поотвечать на вопрос. Просто нет, будет видно, это я сейчас... Ладно, думаю, только у меня такие ощущения после Италии. Я приезжаю в Москву, примерно какая история? Конечно, не такой в степени. Но вот видите, значит, я не одна. Вот первое, что ты ощущаешь, это воздух. Может, потерпит еще пару минут. Воздух, вот прям гарят машин, воздух. Хорошо, что мы на природе, мы как бы подальше, хотя сейчас на дороге живем, но у нас дом на природе будет. И мы подальше старались купить от Киева, потому что хочется вот этого классного, знаете, идеолога воздуха. Я жила в лесу и родилась в лесу, и мне этого очень не хватает. Надо учить защищаться Лорисой и Эросой, ведь нападать могут с ножом, когда вырастут. Ну, девочки, я не знаю, какие-то такие уже, например, надо в компании ходить, чтобы нападали с ножом. В Италии тоже могут нападать с ножом, везде могут нападать с ножом, но если будут нападать с ножом, он вряд ли себя защитит. Надо тогда доставать просто пистолет и уже выстрелить, и застрелить всех. Давайте будем все ходить с ножами, ну, и учиться драться для того, чтобы, ну, вдруг нападут с ножом. Ну, вот почему-то вы все так рассуждаете, как-то очень агрессивно. Я не говорю, что он не должен уметь за себя постоять в каком-то очень крайнем случае, что означает, что мы его не будем учить драться, мы просто говорим там, давай ходить на спорт, чтобы ты был сильным, чтобы ты был уверенным в себе, да, там, чтобы ты был здоровым, вот это одно. Но дети не понимают, когда им нужно защищаться. Вот сегодня, на сегодняшний день, я же вам говорю, он, вот мальчик почувствовал, что защищаться нужно, когда, пошутил человек, ну, пошутил, да, Лорис, ну, извините, коленом врезать в грудь, и после чего мне звонили с медпункта, и ребенок лежал там, отходил, ну, на шутку. Вот защита, вот ребенок. Ну, папа, мама сказали защищаться, когда меня обидели, меня обидели. Как он посмел вообще посмеяться? Ну, как бы, здрасте. Потом была ситуация, Лорис там с лужи брызнул на ребят, они баловались, и он на них брызнул, и они его лупанули вниз об асфальт. Ну, то есть, как бы, девчат, ну, вот защита, ну, давай ты брызгни, да, то есть, нет, дети что делают? Они реагируют агрессивно. Мама с папой сказали защищаться. От чего защищаться? Они еще не понимают вот эту грань, они слишком маленькие, чтобы вот это вот все, я так понимаю, что перед школой своим родителям, своим детям говорят, ты там смотри, защищайся сильно. Вот я думаю, что наставление у всех одинаковое, вот правда, я прям это чувствую, насколько вы своих детей вот так вот выпускаете каждый день за дверь, каждый день говорите, не давай себя в обиду, ты самый умный, ты самый сильный, защищайся как можешь. И ребенок уже идет с установкой, что в школе почему-то уже нужно защищаться, значит, что-то там уже будет не так. Они идут с установкой, я иду играться, я иду учиться, все будет здорово, все будет классно. Нет, вы их выпускаете в дверь прямо вот такими вот. Одно дело разобраться в какой-то случившейся ситуации и как бы ее уже потом обсудить, объяснить, что хорошо, что плохо. Вот сейчас Лорис бежит, мы у него спросим, что сегодня было в школе, обидел ли его кто-нибудь, после чего я уже пойду кормить Эреса, я обещала на 10 минут, видите, даже больше получилось. Еда самое главное, почему я сбежала. Я с вами полностью согласна, воздух и еда, вода, воздух, еда, это три аспекта, из-за которых как бы вот я чувствую очень сильно разницу. И мы не говорим про другое, мы говорим про вот этих три. И поверьте, это жизненно важно, потому что мы состоим из воды, мы бензинем на еде, да. Все сладкий, я сейчас и думаю, котенок, вот Гаврила тебя кушает хорошо. Точно себя надо, читала посты о том, что нужно уделять каждый день себя в чем-то супер. Уделять, уделять, что вы имеете в виду? Климат другой, от того, что кожа лучше. Нет, у нас очень влажный климат, вот у нас влажность дикая, смотря где, вы же понимаете, что смотря где. Зиной, зиной, зиной мой сладкий, иди к маме, иди, ну не обижайся. Давай я тебя чуть-чуть подержу, мне кажется, что она мне в ней не хочет, он просто капризный. Ты будешь кушать, ты хочешь кушать? Хочешь? А давай, что-то? Хочу же Лориса пригласить, спросить, чтобы сказал Лорис, убежали или нет. Да, бежите, конечно. Лорис, заходи, хотелось бы хоть что-то спросить. Вот, поэтому... Поэтому пока так. Ну-ка, я опять вниз перемотаю, это я уже далеко зашла. С каждым блогером будете дружить с Украины? Ну, пока я не вижу, чтобы блогеры шли особо на контакт, но хотелось бы, конечно, с кем-то пообщаться, почему бы и нет. Я вообще за дружбу. А что с Димой, с Тужуком? Почему все спрашивают? Я без понятия, честно говоря, я за их сплетнями не слежу. Я вообще не слежу ни за чьими интригами, сплетнями. Только в качестве... Ну, как блогер в плане работы, какие-то моменты я знаю, да, там за какими-то моментами я слежу, конечно же. Да, ты хочешь кушать. Давай мы вот так вот отставим камеру немножко. Вот так, да. И ты будешь кушать. И мама как раз спросит, а что с Димой, с Тужуком? С какими блогерами будете дружить? А как я могу сказать, с какими я буду дружить, девчат? С какими-то буду. С какими-то бы хотелось просто пообщаться, но я еще раз повторюсь, как-то не особо, мне кажется, блогеры идут на контакт. Обычно. Лорис, иди сюда, я что-то спрошу. Ой, ой, ой. Иди спрошу, что ты. Не кричи. Самый инверетто, не? Да, ну инвань. Иди сюда, что-то спрошу. Сюда, сюда, иди сюда, там не видно тебя. Только не надо двигать, пожалуйста, штатив. Не знаю, Лорис, не знаю, о чем ты говоришь. Не знаю. Я не знаю вообще. Может быть, Анжелы? Скажи, иди сюда, расскажи. Вам все спрашивают. Иди сюда, расскажи, как в школе день прошел. Иди сюда. Лорис, иди сюда, да я эфир буду закрывать. Иди сюда. Иди сюда. Ну он балуется немножко, видите, он не особо хочет ковиду с тужука. А, уже ковиду. Не, 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 спасибо. Сюда, с этой стороны. Иди на геральто, пропилкладывайся. Это не тут, то попроси, антонарто, пиложиадетто. Что это такое? Это стишок. Слушай, расскажи, иди сюда поближе. Хотела у тебя кое-что спросить. Тут спрашивают, интересуются. Скажи, пожалуйста, тебя, что там в школе сегодня? Что в школе сегодня? Ты на себя смотришь? Лорис, что в школе сегодня? Не обижали, все переживают очень. Лорис. Ну, тут надо еще разокучить. Лорис. Лорис, и Файл, уступай давай. Ну, если ты будешь себя так вести, то не надо садиться. Я думала, ты расскажешь просто, что там в школе. Вот это что такое у тебя тут? Синее. Что-то синий. Точнее, фиолетовый. Опять руки фиолетовые. Смешной такой. Ну, расскажи. Сегодня обижали в школе? Что было в школе? Расскажешь мне? Расскажи, Маня. Я не делаю видео. Мы в эфире просто общаемся с тобой. Я тебя спрашиваю, что в школе. Все переживают очень. Все спрашивают, как там Лорис. Расскажи маме. Не на видео, мне расскажи. Обижали сегодня? А? Ну, это какой? Это твой друг или нет? Гоша. Ну, твой друг. Там же два Гоши. Друг твой или не друг? Какой друг? Друг? Ну, друг нечаянно. Он мне сказали. Я уже спрашивала. Это он не специально. А можешь по-русски сказать? Ну, если специально, надо было ему сказать. Гоша, зачем ты мне бросил карандаш в глаз? Ты должен сказать, Гоша, не бросай больше мне карандаш в глаз. Каза? Проведение. Ну, ты же не хотела, чтобы... Привет! Привет! Как дела? Ты же не хотела, чтобы... Не хотела бы на видео рассказывать. Ну, а мальчик тот тебя обижал или нет? Фермо, чекаво, фермо. Лорис, чекаво. Я не буду называть имя, но тот мальчик тебя обижал еще или нет? Лорис. Лорис, либо не балуйся. Лорис, обижал? В смысле черта? Расскажи. Почему? Что сегодня было? Лорис. Лорис, можешь не баловаться? Я спрашиваю серьезно. Лорис, не балуйся. Все, ладно, иди. Я такое не люблю. Все. Мы с вами сами пообщаемся. Лорис не умеет общаться на камеру. Наверное, у него сегодня... Да? Не буйся, давай буйся. Так, так вот. Иди гуляй тогда, раз такой. Бонасиро, Дарьо. Бонасиро. 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 Бонасиро, когда ты будешь использовать этот тренажер, вместо вешалки будешь на нем ездить. Фондайка, пенсиди, у зараза, стучек лет и начали. Монто, монто прессо. Заметьте. Аня, скорее, должны доставить завтра. Только если завтра доставить, мы его купим. Мама сказала, я посмотрю, через сколько дней вы будете на нем вешать белье. Пожалуйста. Второй вопрос. Дарьо. Это тут спрашивают. Дарьо, когда ты будешь учить русский язык? Ты же обещал. На. Пойдем по-русски, что ли, чем-то. Он все помнит. Чего ты так обидел, что ли? Прессо. Си-си, прессо. Молто прессо. Я говорю по-русски, как ты говоришь, прессо. Скоро. Скоро. Очень скоро. Все, Ангелочка, вы собираетесь. Окей. Бо-на-серас, си-ма-хава. Расстроился. Расстроился. Да ничего, уже 8 минут. Как раз осталось. Мы на успеем. Ну, привет. Мне так нравится, когда Дарьо говорит привет, девочки. Опять Чеклана, дите привет, девочки. Давай. Привет, девочки. Привет, девочки. Привет, девочки. Адоро и твои капели. И я. Какое-то, вы, наверное, ступенда. Чего не нормально, что я не буду сформировать? Комплименты, по-русски, 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 по-русски. Чего не хватает на все? Дарья уже немного говорит. Ничего. Уже неплохо говорит? Что он говорит? Он ничего не говорит. Он полтора месяца даже не думал учиться. Дитя Кято, ты уже говоришь на русском, он говорит как-то. Вообще не общается на русском. Я не знаю. Он ленится. Он не хочет. Пожалуйста, вода, пиво 05. Пиво 05, да, это все, что он выучил? Светлое. Светлое, пиво 05. Не фильтрованное. Вода не холодная. Полный бак. Да, говорит, нет, на 2 тысячи. Скажи на 2 тысячи. 2 тысячи. 2 тысячи. Бензин на 2 тысячи. Да, это все, что он выучил. Бензин на 2 тысячи. Кофе и чуть-чуть молока. Да. Ребята, ребята, что мне еще говорили? Ну, держи. Ребята, держи. Ты не знал, что 500 человек, но я приехал. Нет, когда ты приехал, они становились 100 человек. Когда Лорис приехал. Лорис, ты повышаешь на просмотры? Бихи сюда. Вели, Лорис, ты ушел и люди ушли. В России не хотите? Я ничего не знаю про Россию. Что у меня в России? Я не буду рада ни разу. Сними маску. Сними маску. Давай. Помогите, сходи. А чего вы в маске? А чего вы в маске? Не надо. Глаза нам, пожалуйста, карандашом. Не надо так делать. Нет. Нет. Вы очень классные. Лорис, отойди с карандашом. Без карандаша приходи. Ты очень классные. Люблю вашу семью. Спасибо. Особенно. Я не знаю. Я люблю ваши. А, ты? Молодец. Все, до завтра. До завтра. Пока, пока, Анжела. Вы взяли свои ключики? Потому что до завтра я могу не переживать, да? До завтра я могу не переживать. До завтра я могу не переживать. До завтра. Попи. Пельмени. И пельмени, да. Пельмени. Дарья, скажи по-русски семья. 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 Привет, но это слишком. Привет из Германии. Воль, деbeiter? Семья. Фамилия. А, семья. Давай. Привет из Германии. Это誰 к Bernie. Молодец. ой что так возмущаешься ты, ну ты второй, вот так, да, вот так, почему вы читаете, читаю, читаю, не зайчик осторожненько, почему я очень красивая и мне его насконтили, потому что я тебе дам его чуть-чуть позже, сейчас посмотрю пару комментариев и дам. Пельмени, чаквалькоза, котиманка, деталь тутто, да? Каждую неделю приходит, ну держи ровно, ну чё я такая страшная буду снизу вверх? Каждую неделю заказывает себе чемоданы еды, воду, сказал даже будет покупать из Италии, что тут вообще, о чём тут можно? О, о чём тут можно рассказать? Это твой братик, да? Это твой братик? Сложно в хошеной маске ходить Что значит? Когда мы будем с тобой не в эфире, я тебе его посажу, попробуешь его еще поддержать Я не понимаю, что ты говоришь? Это сложно идти на маскаре Это не так? Нет, по несколько минут, нет Если ты в 1 час, ты везешь Нет, я не знаю, ты везешь и только мне Что тебе нужно? Я занимаюсь с ним Но вы тоже итальянец? Я тоже итальянец И даже моя мужа Расскажи в школе В школе обижали тебя сегодня или нет? Ты мне не рассказывала Сколько? Обижали 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 Мы когда-нибудь увидим вас без маски? Нет Ты когда маску снимешь? Никогда Хобби, ты тоже дома на своем маске На маске с вами прощаемся Потому что вопросы либо мы о чем-то нормально говорим про переезд Либо смысл Видите, называется про переезд эфир С этой маской его немножко уже перебор Вы планируете возвращаться в Италию? И думаете, что возвращаться в Италию? Лорис, перестань, пожалуйста Но сейчас абсолютно не понимаем, что итальянец Игорь Ты говоришь Лорис Расскажи конфлины, как это происходит? Эх, надо estudять, ты делаешь школу в Байер. Мамма мая, в связи с COVID-19 они беспокоит. Да, понимаю. Ты слышишь только об этом, и о других заболеваниях, которые мне интересуют. Аааааааааа, логика! И поэтому мы приехали. Потому что психологически сейчас в Италии пережить COVID не реально просто. Люди решили просто довести мне просто до депрессии. все ребятишки, мы пошли ужинать. Поконья ночи, поконья ночи, пока пока. Добрый вечер, доброй ночи, скажи. Добрый вечер. Марта, я имею маскирина, потому что я слишком красиво, я не хочу сделать все женщины, поэтому, для респекта моей мамы, я имею маскирина. Скажи всем пока, сейчас я тебе его дам на ручки. Все, всех люблю. Пока, пока, пока. Сом-цом.